Всем привет, друзья! Вы смотрите канал 2.15. Меня зовут Илья. Уже много кто сделал обзор и разбор клипа Rammstein Deutschland. Есть много теорий, и все они, в принципе, по-моему, правильно разбирают исторические аспекты этого клипа. На самом деле нам многое может показаться непонятным, потому что мы не так четко знаем историю Германии. Но, в принципе, я почитал комменты самих немцев, и они, в принципе, согласны с тем, как в своих обзорах расписывают события, которые происходят в клипе. То есть практически все там совпадает. И падение Гинсбурга, и ГДР-ФРГ, и террористы, и французы. В общем, сами немцы считают вот эти разборы достоверными с точки зрения истории. Но я наткнулся еще на одну очень любопытную теорию, которая мне очень понравилась. Давайте посмотрим. Мы видим, как римские солдаты пробираются по лесу и натыкаются на варварку, которая отрезает голову римляна. Это действительно такая достоверная деталь. Но вот мы видим саму Германию. Она темнокожая, у нее есть кинжал, голова, какие-то клыки висят. Вот. Возможно, если предположить, что это богиня Гекота. Она изображается тоже с кинжалом. Вот мы видим рядом с ней собак, черепа и факел. Факел, который символизирует свет. И вот эта вот теория, мне кажется, она объясняет многое происходящее в этом клипе. Давайте посмотрим, кто такая Гекота. Она рассматривалась с некоторым правлением над Землей, морем и небом и душа космического мира. Вот мы видим космический аспект. И, кстати, странная такая деталь, почему-то на космическом корабле или где они находятся, подводная лодка. Может быть, это и объясняется тем, что она правила Землей, морем и небом. Давайте посмотрим дальше. Вот мы видим какие-то горят саркофаги. Она в инвалидном кресле и все с той же головой римской цивилизации в руках. Древняя культура и искусство Рима утеряно, но на его обломках зыждется вся современная европейская. Она пересекает обычные границы и изгибает определение. То есть в этом клипе есть какие-то такие штуки, которые, по сути, не совмещаются, не совместимы. Сейчас мы чуть дальше о них поговорим. Собаки были священным для Гекоты и были связаны с дорогами, местами обитания, очищением и духами мертвых. Собак также приносили в жертву на дороге. Собаки в этом клипе играют тоже такую довольно значимую роль. Они тут появляются не один раз. Собаки были тесно связаны с Гекатой в классическом мире. В искусстве и литературе Геката постоянно представлена в форме собаки или в сопровождении собак. Также ее часто изображают трехликой. То есть это по подобию молодого месяца, среднего и полнолуния. То есть говорится о том, что она всегда имеет три времени. И в этом клипе мы тоже видим древние времена, средние века и настоящий. Вот опять же забавный кадр. Мы видим какие-то средние века. И опять же по небу плывет подводная лодка. Мне кажется, это вот это вот смешение как раз времени и пространства. Что очень соответствует вот этому божеству. Пир во время чумы. Бонапарт откровенно шантажировал Франца II, угрожая ввести французские войска на немецкие территории. В итоге земли были насильно объединены под гнетом Франции, став банальным донором. В клипе мы видим отвратительный пир практически во время чумы. Знать есть прямо с обессиленной, лежащей на столе Германии. Начиная в какой-то момент поедать ее собственную плоть. Земли, богатство и природу. Может быть такая теория у кого-то может возникнуть. Но сами немцы говорят, что на самом деле они не едят ее плоть. А это немецкая традиционная еда. Капуста, сосиски и там еще что-то. И опять же мы тут видим несоответствие времени. Прямо во время чумы под столом почему-то сидят в стеклянном ящике узники в садомазо-костюмах. Возможно это опять же влияние вот этой богини трех времен. Дейптон. Афинские греки чтили Гекату во время Дейптона. В переводе с греческого Дейптон означает ужин. Обычно самый большой прием пищи за день. Дейптон Гекаты это по сути еда, которую подают Гекате и мертвым беспокойным один раз в лунный месяц. Во время новолуния. Сцена в тюрьме опять же есть некоторые несоответствия. Вот мы видим, что тут в тюрьме вот такая форма у полицейских. А сама Германия одета в такую жандармскую. Один из самых таких жестоких образов это образ узников в концлагерях на фоне запуска ракет V2. И тут есть интересная деталь. Я не знаю специально ли это сделано или нет. Но вот эта вот фраза. Deutschland, Deutschland, Uber, Allin. Германия превыше всего. Эту фразу произносит вот именно Deutschland, Uber, Allin. Произносится именно узником. Кстати, судя по его нашивке, можно сказать, что это скорее всего еврей, свидетель и еговы. Розовый треугольник это гомосексуал, это еврей, а это еврей-свидетель и еговы. Вот тут, как по мне, очень такой знаковый кадр. Она тащила-тащила эту голову с собой весь клип. То есть, всю историю Германия тащила голову отрубленной Римской империи. И здесь она с ним совокупляется и беременеет. Вот мы видим у нее уже животик. Опять же, космонавты. Перемешение всех времен. Кстати, было много споров по поводу, что это за собаки. Кто-то говорил, что немецкие овчарки. Но я заметил, что это собаки Леонбергер. В конце 30-х, начале 40-х годов 19 века Генрих Эссик, советник муниципалитета города Леонберга, решил создать породу собак, облик которых напоминал бы льва, который является символом города Леонберга. Он скрестил суку Ньюфауленда, черно-белого окраса, с кобелем Син-Бернара. В результате была получена очень большая собака с длинной, преимущественно белой шерстью. К сожалению, войны и тяжелое послевоенное время для породы были драматичными. Сохранилось очень мало высокопородных собак. Опять же, собак можно связывать с богиней, но сами немцы называют себя нацией собачников, что они очень любят собак. То есть, может быть такое объяснение, а может быть и другое. Идем дальше. Собаки в противогазах. Два факела. Чаще всего ее изображают с двумя факелами. Это символизирует то, что она помогала людям, показывая им свет. И вот еще одна интересная деталь, что после того, как она уже родила, и здесь мы уже видим, как ей эта голова после этого не нужна. Сейчас будут кадры, что голова, она валяется там на полу. И Германия летит в космос в стеклянном гробу. Что ж, друзья, на этом все. Я надеюсь, вам понравилась такая теория. И спасибо Рамштайну за такую чудесную песню и клип. Субтитры сделал DimaTorzok